Приветствую вас! Конечно, с точки зрения психологии, ваш вопрос требует достаточно более детального анализа, да, то есть, например, для чего вы хотели замуж, если не любите мужа, почему не собираетесь его бросать, по какой причине вы допускаете, что сможете жить с мужем как соседи, считаете, что вы достойны этого, да, то есть, недостойны полноценной семьи, вот, какие ценности позволяют вам для вашего мужа допускать такую жизнь, да, такие отношения, то есть, все это, конечно, основывается на том, что вы, в общем-то, не очень хорошо относитесь к себе, либо у вас такие, ну, такие, ну, деструктивные ценности, ложные ориентиры, которые ведут вас вот по такой, не самой хорошей, не самой счастливой дорожке, когда, вроде бы, вы с мужем, но в то же время вы не семья, вроде бы, вы любви хотите, но в то же время отношения не складываются, да, то есть, ни туда, ни сюда, вот, и тут, на самом деле, нужно определиться, а для этого нужно проследить всю цепочку ваших выборов, чего я хотела, выходя замуж, как я восприняла, что не люблю мужа, по какой причине не собираюсь его бросать, почему я согласна жить, как соседи, выбирая парня, который младше меня, на что я рассчитывала, для чего я сказал ему, что замужем, опять же, на что я рассчитывала, вот, что делать, как правильно сказал вам коллега мой, Кудрячев Игорь Леонидович, чтобы что, то есть, ну, что делать, чтобы что, вот, каждый день он мне видится, думаю о нём, это знак вопроса, но вы думаете о нём, потому что он может удовлетворить вас в том, в чём вы не получаете удовлетворения у своего мужа, и тут момент такой, что либо вы ведёте с мужчинами отношения по расчёту и выстраиваете их по принципу дашь на дашь, по принципу ты мне, я тебе, или вы всё-таки решаетесь, что такие отношения не для вас и выстраиваете их на уровне, на уровне честности, доверия, принятия и так далее. Для этого нужно доверять, принимать и быть честной собой, в первую очередь. Дальше. Ваши вопросы, да, он как, что испытывает, это не к нам, да, а к эзотерикам. Мы на такие вопросы не отвечаем, потому что мы не можем читать мысли других людей, да, мы можем работать только с вами. Вы пишете до того, как я сказал, что замужем, он проявлял интерес, потому что думал, что вы свободных, а как только он узнал, что вы замужем, он понял, что вы не будете его, что вы не будете принадлежать ему до конца, и он понял, что обречён быть третьим. А третья роль устраивает только людей, у которых заничена самооценка, поэтому он и ушёл, ну, как бы отдалился. И вам нужно решить, либо вы признаёте, что у вас с мужем всё плохо и работаете над отношениями, например, с ним, или расстаётесь, чтобы быть свободной для новых отношений с людьми, которые себя уважают и уважают вас. Либо вы скрываете то, что вы замужем и, соответственно, строите свои отношения на лжи, где до конца искренности и до конца открытости просто быть не может. Вот. Подумайте, Татьяна, что для вас лучше, и выберите подходящий для себя вариант, который соответствовал бы тому, что вы хотите, и вашим ценностям. Не тому, что легче и проще, а именно вашим ценностям. Если ценность у вас расчёт, вперёд, если ценность у вас искренность, вперёд, то это должно быть именно желание. Не должна, не боюсь, не не знаю, а именно хочу. Чего хочу? Как хочу? Вот и всё. Не верна позиция, согласно которой все отношения по расчёту плохие. Не верна. Но люди, чтобы быть счастливыми в этих отношениях, полностью признаются себе в том, что они этого хотят. У вас здесь чувства, у вас здесь эмоции, а значит, тут возникает вопрос, да? Чего вы хотите? Разберитесь с этим, и всё станет понятно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если захотите разобраться, обращайтесь к психологу. Если захотите погадать, обращайтесь к эзотерикам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.